Здравствуйте! Вы на канале Шмагляра Задентен Долинас Хомгарден. И сегодня прогулка по моему таинственному саду. Я вам покажу цветы, цветущие в моем саду на 18 мая 2020 года. Что цветет в моем таинственном саде? Цветут в нем азалии. Первый кустик. Вот такой красавец. Покупала на радостях, когда мы купили дом в 16-м году весной. То есть он получается ровесник не нашего дома, а покупки нашего дома. Вот как мы живем в нашем доме. Четыре года этому кустику. Четыре года, как он живет в моем саду. А сколько ему лет, я не знаю. Покупали мы уже таким хорошеньким кустиком. Небольшим, но цветущим. Два кустика покупали. Вот этот. И следующий. Вот. Вот он. Следующий. Такой красавец. Нежно-нежно розовый. Но он еще не полностью распустился. Возможно, из-за того, что здесь туя, его немножко как бы огораживает от солнца. А вот на этот кустик солнце сразу попадает. Здесь у меня рододендрон тоже маленький был купленный. И можжевельник. Наверное, можжевельник. Мне кажется, что это называется можжевельник. Я не помню уже. Но здесь вот так я посадила четыре куста. Два куста по бокам азалии. Сзади рододендрон и перед ним можжевельник. Но я думаю, что это неправильно. И, возможно, можжевельник нужно отсюда выкопать, пока не поздно и не разросся. Он большим кустом и не мешает всему, что здесь растет. Вот здесь посажены вот такие фолярисы. Два кустики. Вот такие под кустами азалии. Ну и бересклет. Мне хотелось вот такую стенку. Но сейчас мне вот эта стенка здесь не нужна. Закрывать азалии. Вот как бы эта стенка здесь, с этой стороны. Да, я ее хотела, чтобы закрыть. Вот трубу, которая водосточная труба, которая от дождя идет. Вода. Наконец-то он начал разрастаться. В прошлом году вообще как-то стоял ни в какую. В этом году я его подняла. И вроде бы так ничего. Может быть нужно было его поднять. Папоротники лесные, обыкновенные. В лесу выкапывала. Посадила тоже. В этом году очень хорошо начали разрастаться. Ну, этот цветник у меня требует, требует как бы переделки. И нужно переделывать. Ну, никак как-то не наберусь я смелости. Но нужно. Продолжает в моем таинственном саде цвести тюльпаны. Но уже они отцветаются. Вот эти красавцы. Вот так уже они раскрытые. Прямо уже открылись полностью. Очень, очень красивый цвет. Вот такой. Вот к концу цветения, какой они приобрели. Очень красивые тюльпаны. Очень они мне понравились. Здесь такого же цвета. Только вот обыкновенные. Тоже, как и эти под низом. Вот зеленоватые были. Просто эти набитые. А вот эти, вот такие самые простые. Вот посмотрите, какие красавцы распустились. Наконец-то, наконец-то они начали зацветать. Ну, есть еще пару бутонов. Вот один бутон. Вот еще один уже открывается. Тоже очень красивые тюльпаны. Глаз от них не оторвешь. Анютные глазки. С каждым днем все больше и больше. Кустик становится. Здесь вот пчелка летит. Ну, вот так на фоне моих тюльпанчиков. Вот так Анютные глазки смотрятся. Здесь пиончик. Вот, расцветет. Когда тюльпаны отцветут, здесь будут пиончики. А также вот такие еще Анютные глазки. И вот еще такие Анютные глазки. Цветут флоксы. Типа покровники. Вот так красиво разросся. Здесь он у меня. И здесь уже почти отцветают тюльпаны. Вот такие красивые. Тоже белые. С такими прожилками сиреневыми. А рядом наоборот. Сиреневые с белыми прожилками. Очень красивые. Эти уже отцветают. Я головки оборвала. Остались вот три. Эти еще держатся. Ну, и пионы на смену им придут. Мой морозник продолжает цвести и радовать. Вот такой красавец. У меня их в саду уже 16 видов. Сейчас вставлю фото. И увидите, как смотрелся вот этот морозник в начале своего цветения. Называется он Pink Forest. Вот так выглядит. У него два кустика в моем саду их. И в начале цветения, когда он только зацвел, смотрите, как он выглядел. Ну, а это конец его цветения. Вот такой у меня морозник. Pink Forest. Здесь вокруг гортензии цветут анютные глазки. Гортензия у меня замерзла. По-новому отпускают листочки. Мои фоксии. Красавицы. В таких птичках цветут под клематисами. Лилии. Вот эти нарциссы уже цветают. Вот еще одна фуксия под розочкой. Ну, и вот так смотрится вот этот мой садик. Моя клумбочка под окном нашей гостиной. И переходим к следующей клумбе. Моя клумба в начале здесь. Вот такая фоксия под клематисом. Сидите под розочкой. Птичка. Еще одна птичка с фуксией. Здесь у меня цветут нарциссы. Тля напала на мои водосборы. Посмотрите, все листочки обгрызла срочно. Вот на этой клумбе у меня еще цветут квиннай тюльпаны. Это поздние тюльпаны. И вот так они красиво цветут. Нарциссы букетные цветут. Сказала я, как увидела, здесь полно зелененьких червячков. Срочно нужно обработать аквилегию. Первый раз за все года, что выращиваю аквилегию, вот увидела, что какая-то бяка их седает. Вот такие маленькие-маленькие червячки. Что за червячки зеленые, даже представления не имею. Вот съели все листья в аквилегии. Ужас один. Кошмар. Вот такие маленькие желтые анютные глазки. Сиреневые, желтые. Самосевом растут. Желтенькие тюльпаны уже тоже по большинству отцвелись. Остались вот эти два. Один тоже уже почти отцвелся. И этот скоро отцветет. Вот такой красавец. Беленький лили. Лилиевидный. Вот такой красавец. Уже тоже отцвелись. Остались два. Только скоро розочки зацветут. Нарциссы. Тоже уже последний вздох. И некоторые-некоторые еще как бы и тюльпанчики. Тоже уже почти отцветают. Ну, и вот так выглядит моя вторая клумба. Цветник мой возле дома. Парадный мой двор. А, еще флокс там. Ну, вот и сирень. Похоже, обыкновенная, самая обыкновенная сирень. Так долго она у меня разрасталась. И ни разу не цвела первый год. Вот такая. Ну, смотрю, что самая обыкновенная. И флокс. Вот. Моя красота над бордюром. Нужно рассадить в этом году полностью с одной стороны и с другой стороны. Вот такую красоту над бордюром. Вот такая красота с флокса. Скоро зацветет гвоздичка красавица. Тоже в этом году буду ее пересаживать, рассаживать по-другому. Она переедет отсюда. И вот здесь такая куртиночка флокса. Базил. Пропажа наша идет. Пропадает постоянно. Вот это тоже здесь нужно пересаживать. И вот здесь такая куртиночка флокса. Вот этот флокс. Каждым годом у меня его все меньше и меньше. Нужно как-то его рассадить. Вот. И вот туда. Вот. Куртиночка идет. Но не так, как мне хочется. Она растет. Здесь нужно все пересадить. Добавить земли. Ну, это все предстоит пересадкам. Новым пересадкам. Вот, чтобы была такая красивая куртиночка. Как-то обрамляла мои бордюры. Вот. Какая красота. Будем исправляться. Также заказали мы землю наконец-то сегодня. И туи наши ждут посадку. Нужно их посадить. Чтобы они не стояли здесь. В ведрах. Ну, что ж. И вот моя черешковая гортензия. Каждый день я к ней подхожу. Любуюсь. Каждый день наблюдаю. И уже не дождусь, когда она у меня зацветет. Моя красавица. Здесь опять же папоротники. Вот, как они в этом кусте с гортензией выросли. И фиалочка, которая действительно растет, как сорняк по моему саду. Ну, куда ты полез? Ну, и нужно доработать вот этот участочек. Сделать его более декоративным. Забыла показать. Базил, отойди. Вот анемоны. Зацвел один-единственный. Как-то, как-то они здесь нужно их отсюда убрать. Пересадить другую. А, вот белый. Вот белый зацветает. Наверное, я его отсюда возьму, пересажу. Ньютоны и глазки. Тоже для кого-то сорняк. У меня я хочу, чтобы они по всему саду разрастались. Пусть разрастаются. Когда я засыпала эту клумбу, уже мои ландыши взошли. Но сверху я засыпала щепой. Думала, в этом году буду без ландышей. Но нет. Вот они вылезли. И некоторые цветут. Но, надеюсь, засыпала я с целью той, чтобы они здесь у меня разросли. И была вот целая полянка здесь под этим деревом с ландышей. Тоже некоторые считают их сорняком. А у меня за 4 года они абсолютно никак не разрослись. Вот поэтому я засыпала щепою в надежде, что им будет более комфортно и разрастутся. И будет у меня здесь целая полянка ландышей с ароматом невероятным. Вот, красавцы. Еще один из моей коллекции морозников зацветает. Маленький такой кустик. Но мне очень хочется надеяться, что он разрастется и будет красивый большой кустик. Вот мой морозник. Пинк фрост. Начну я с вот этой кломбы, которая под туями у меня. И идет вот туда такой большой кломбой. Она пока на данный момент не очень такая уж и здесь декоративная. Но пока не могу я здесь ничего сделать. Здесь кое-какие перестановки, пересадки будут. Вот здесь вот так зацвели. Забыла, как они называются. В этом году были пересажены с целью. Я извиняюсь, кот меня шторнул, руку мою. И камера затрепетала. Вот такие здесь цветочки. Такая компания. Здесь. Они-то мои глазки вот такие красивые. Самосева. Не сажала я их тут. Папоротники вот такие красивые. Фолярис вот так уже красиво разросся. Куркинки. Вот первый год, когда пересаживаешь, даже хоть весной, хоть когда пересадишь, оно вообще такое невзрачное. Только на следующий год оно становится такое уже более понятное. Здесь вот такой бордюр. Я хочу с этих розовеньких цветочков сделать. Почвопокровников. Здесь у меня морозник. Флаургер. С серии Виген Пари. Здесь у меня ботанические тюльпаны. Ну, в этом году более-менее, более-менее они как-то начали разрастаться. Каменная роза. Нарциссы. Вот таким рядочком. Уже остались только вот букетные. Красиво. Сейчас я перейду с другой стороны, покажу. Желтенький тюльпан. Вот два штуки осталось. Уже отцвелись. Отцветаются мускарики. Уже все, их пора отошла. И вот куртинка с очитков. Вот так красиво уже разрастается. Флокс. Нужно оттуда его забрать, так как там вот эти секулендики разрастаются. И он будет им мешать. Нужно убрать, другое место пересадить. И тот флокс тоже. Здесь много куртинок. Фиалочки. Под забором пусть себе растет. Все. Вот эти тюльпанчики тоже уже отцветаются. Пионы. Вот. Тюльпанчики. Возможно, это уже не последний раз попадают в кадры. Розочка. Айсберг в бутоне. Вот моя красавица Децентра. Такой хороший, хорошенький кустик. Вот как он разросся. Большой такой пион. Здесь тюльпанчики тоже попугайчатые. Все уже. Ихня пора заканчивается. И вот красавцы. Вот цветочек. Никак все забываю поставить название. Здесь табличку. Ирисы. Роза флорибундочка. Тейсингдердия. А вот это не помню. Ну, уже роза в бутонах. Скоро начнется ихня пора. Вот красотуля. Разрослась. Такой большой, красивый куст. Децентра. Герань. Я ее разделила. Сделала очень много кустиков. Ну, и нарциссы. Вот эти нарциссы, которые сейчас цветут. Это букетные. Вот такие красавчики. Красивые. Вот здесь четыре штуки. Жду, жду, чтобы нарциссы хорошо разрослись. Но они как-то очень-очень долго разрастаются. Поилочка. И плавненько переходим сюда. Тюльпаны, которые были посажены в прошлом году с горшка. И тюльпаны, мороженки. Очень они несчастные. Никакие. Прям, ну, никакие. Но зацветают. Сорту соответствуют. Название. Нужно найти картинку. Но они не очень-то... И декоративность у них не очень-то такая и красивая. Посмотрим на следующий год. Как оно и что будет. Ирисы. Вот-вот-вот. Расцветут ирисы. Дицентра карликовая. Уже отцветается. Но новые и новые пускает. Здесь морозник у меня. Айвори принцесс. Принцесс. Айвори принцесс. Вот такая красавица. Она должна была быть посажена в моем Монгарден. Но я передумала. Передумала. Там только Флауэр Гёрл посадила. Каменная роза. Тюльпанчики здесь. Возле дицентра. Герань. Вот такие пушистики цветут. Маргаритки. Единственные в моем саду. Овечьи ушки. Они тоже вроде бы цветут вот такими беленькими цветочками. После того, как отцветут, пересажу их. Герань опять там. Примулки мои. Вот уже. Вот-вот должна зацвести. Остильбочка карликовая. Здесь посадила я принцессу Маргарит. Вьющуюся розу. В будущем для арки. Продолжает цвести. Медуница. Примулки уже отцветаются. Вот такой большой куст уже стал. Остильба, которая была посажена в шестнадцатом... Нет, в семнадцатом году. Вот какой огромный куст. Тюльпаны пионовидные здесь уже все. Отцвелись. И вот так смотрится моя клумба. Сейчас-сейчас-сейчас еще покажу вам барвинок. Был засыпан здесь щепой. И вот вам вылез и цветет. Надеюсь, что он мне здесь затянет все и разрастется. Ну, в многих местах его здесь видно. Зайчий холодок. Спаржа. Посмотрите. Взошла моя спаржа. Выращенная из семян. Три года назад. И вот тебе, пожалуйста, выдернутый с корня лаконос взошел. Не знаю, буду я его здесь оставлять или нет. Как-то он мне в том году здесь очень все заполонил. Ну, и вот так с леса принесенные сюда папоротники вот так разрослись. Виноград. Девичий виноград. Посмотрите. Я думала, его здесь нет. В восемнадцатом году осенью нет, весной 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 девятнадцатом году весной я здесь одну палочку закопала винограда девичьего с леса опять же с нашего леса принесла. И в прошлом году она как-то тихонечко здесь так лежала лежала. Я думала, все, здесь ничего нету. А нет, посмотрите. Вот одна. Когда она успела вырасти, не знаю. Палочка пошла. Посмотрим. Муж меня будет ругать, наверное, за это. Здесь у меня вот такой лесной уголочек. Папоротник, виноград, барвинок и базилий лазит в кадр. Вот так в этом году, в прошлом году не так она хорошо цвела, как в этом году вот такие беленькими цветочками. Травка. И будет здесь много-много ягодок. Вот этот кустик. я его немножко как бы поправила. И зимой будет украшать он мой сад. Слышите, как птички поют? Вау! И этот кустик называется падуб остролистный. На нем пчелок много. летают. Вот только что были и уже улетели. Пока я здесь разбиралась кое с чем. Вот, смотрите, какая красота. Вот так красиво он цветет. Я как-то раньше не замечала. А в этом году прям красавицы. Он весь-весь-весь осыпан вот такими цветочками. А потом будут на нем вот такие ягодки. Это прошлогодние ягодки. На нем рядом еще один кустик, который в 18-м году я его конкретно обрезала. Это была осень уже и осень, я не знаю, сентябрь, конец сентября. И в прошлом году как-то он так себя не очень хорошо чувствовал, как-то выживал. Я думала, что все. В этом году я весной его немножко еще почистила. и вот пошли молодые листочки. Это тоже такой же самый падуб остролистный, но мне кажется, цветочки немножко другие. Посмотрим. Спирею тоже очень конкретно я в этом году обрезала. Посмотрим, будет цвести или нет. Вот на этой красоте с флоксом вот таких почвоподобных покровников. Я закончу мою первую часть видео на моем параднем дворе входной зоне. Хотя она такая еще не законченная в процессе. Не очень все так красиво. Ну, надеюсь, что когда-то все будет красиво. Я хочу закончить и перейду к моему бэк ярду, моему заднему двору. До встречи в моем таинственном саде на моем бэк ярде. в моем бэк бэк мэрэк 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 Продолжение следует...